Всем привет, я Эмбро, и это у нас мод Old Europe 1300, который переносит нас в средневековье. Какой же это все-таки ламповый мод, а? Возвращаюсь сюда каждый раз, как к себе домой. И знаете что? А сейчас у нас будет кое-что новенькое. Раньше мы с вами за пределы Евразии так и не выходили, но в плане выбора стран для прохождения. Сейчас же, как вы уже поняли по названию этого видео, мы будем играть за Ацтеков. Это здесь одна из самых нестандартных и интересных стран, поэтому я надеюсь, что и прохождение для вас тоже будет интересным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ну а мы с вами начинаем. Здесь наши самые главные враги, вот эти майя, в отличие от нас, имеют целостное государство. Нам же только предстоит его создать. Называться оно будет Империя Ацтеков. И я не планирую здесь подчинять вот эти вот страны, я планирую их нафиг захватить. А это ведь и нужно, да? Да, это и нужно сделать. Короче, будем вот это дело присоединять к себе. Но пока что что там насчет экономики у нас? Четыре фабрики, два военных завода. Но строите нам лучше сейчас еще фабрики. Ну, как и называются здесь мастерские и оружейные. Суть не меняется. Пять штучек, поехали. Дальше исследуем мы. Наверное, все-таки можно выйти сразу в повоевать. Вообще, я не знаю, сколько у наших соседов войск. Это как бы вопрос. У меня три штучки есть, и может этого хватит, чтобы кого-то захватить. Поэтому, может, стоит взять сразу же на повоевать какой-то бонус. Вот этот вот. Давайте его возьмем. Можно еще на защиту, но сильно распаляться не будем на пехоту. Потому что нам нужно заниматься, вот, например, строительством, да. Из-за того, что мы являемся слаборазвитым племенем, у нас здесь и темпы исследований минус 10%, объем производства минус 20%, прирост денег, атака защиты минус 20%. Но здесь все остальные тоже слаборазвитые племена. Поэтому мы себя среди них чувствуем точно так же, как они себя чувствуют среди нас. Поэтому пофиг. Вот когда мы играли за Саамов, вот здесь вот в Европе, это единственное слаборазвитое племя, в принципе, в Европе. Поэтому вот это был, конечно, экшончик. А здесь мы разницы не почувствуем. Майя тоже слаборазвитая. А вот, кстати, Инки. Инки тоже слаборазвитая. Ну, я бы не сказал, что прям слаборазвитая-слаборазвитая. Там они, конечно, ребята такие с мозгами. Ну, ладно. Просто вот я думаю, что какой-нибудь Яунды, а ну, как бы немного пониже в плане развитости, чем Инки здесь. Ну, окей. Так, это отображается еще развитость кое-как по-другому. Можно увидеть вот здесь. Южно-американская технологическая группа. Темп исследований минус 17%. У нас она центроамериканская. Темп исследований минус 15%. А, то есть мы более развиты, чем они в плане исследований. Окей. Ну, они там, в принципе, и такие изолированные были, поэтому можно, в принципе, и так сказать. А вот эти вот на севере, которые... Тут все минус 20%. Эти вот племена самые такие вот, балбесы. Делать будем, конечно же, пока что простые мечи. Чтобы воевать, нам их нужно много. Тысячи просто. Потому что здесь люди умирают очень быстро в этих битвах. И мечи с собой тоже уносят. Почти все. Так что нужно производить. По фокусам восход солнца. Получим казну 120 монет. Так, насчет экономики, насчет денег, нам нужно в первую очередь, насколько я помню, выйти в письменные указы. Это не только он тут дебафы нивелирует, хотя и добавит он минус 5% фабрик. Но это позволит нам нанимать советников. И нужно в первую очередь взять казначея, который будет давать прирост денег. Он, конечно, тоже будет стоить денег, но он потом сам себя купит и потом уже будет давать профит. Только на все это потребуется 1200 монеток. А где мы найдем столько денег? Вопрос. У нас прирост 2.41. С учетом взятого фокуса. Угу. Короче, долго, походу, придется копить. Можно сразу... У нас маленькие пошлины. Можно повысить пошлины, в принципе, до средних. Но это бонус несерьезно даст. Там всего лишь 15%. А стабы заберет, капец. Можно понизить содержание драгоценных металлов в наших деньгах. Но это тоже стабильно заберет. У нас всего 12%. Как бы это производство сильно бьет. Нельзя сюда выходить. Ладно, будем пока просто копить, значит. Ну, а что поделать? Мы здесь бедные, как бы. Хотя тут золото есть вроде. Да, вот золото, смотри. И от золотодобычи получаем мы 75%, что как бы, ну, дофига на старте. Да. А еще где-то золото. О, тут золото есть. И тут, тут рабы. Так, значит, нам нужно это обязательно будет захватить. По золоту, может быть, мы как-то сможем увеличить количество его добываемого. Плюс 28. Можно увеличить и количество стали тоже. Тут все ресурсы дают деньги, так что и золото профи даст. Ну, конечно, сейчас надо и самый. И сталь. Но у нас фабрик мало, чтобы строить столько инфраструктуры. Давайте хотя бы две фабрики построим, будем переходить потом сюда вот. Я думаю, кстати, можно будет еще грабежом заниматься. Но только, пожалуй, не наших территорий. Да и в принципе, грабеж, он сильно понижает население там, рушит здания и все остальное. И как бы вот эти территории вообще грабить не хочется, потому что наша империя будет располагаться именно вот на этих территориях. И как-то уничтожать провинции, ну такое. А вот если мы решимся прыгнуть в Европу, вот их грабить так, а грабить можно так, что там просто провинция станет ничейной из-за того, что население исчезнет. Этим, конечно, можно будет позаниматься. Но тогда, наверное, грабить уже смысла много не будет, потому что когда мы прыгнем в Европу, у нас, значит, уже есть деньги и есть хорошая армия. Это что грабить? Это так, чисто десертик. Ну, грабить нам нужно сейчас, чтобы сейчас деньги где-то заполучить. Может, каких-нибудь апачей. Ну ладно. О, низкая стабильность. В связи с низким уровнем стабильности торговцы вместе со своими ремесленниками начали активно покидать государство, опасаясь за свое имущество. Условия введения дел стали очень непредсказуемыми. Нам нужно что-то делать. Значит, деньги минус 50 и количество цехов у нас их 102. Уменьшится на 15. Класс. Ну, пока в минусе сидим, долги брать не буду. Сейчас выйдем быстро из минуса. Аля, какая здесь дамочка у нас. Вы посмотрите на это. Вау. Так, а тут полководец вот этот. Кстати, вот этот дамочек увидел. Я вроде, насколько я знаю, там есть какие-то 18 плюс ивенты. Вот это я очень давно про такое слышал. Где-то тут могут быть они. Поэтому надо быть осторожным. Не, ну их, конечно, хочется увидеть. Мы, скорее всего, их увидим. Если я пойму, как их заполучить. Вот. Так что надо, да. Сейчас я решил выйти в революцию. Правда, аграрно. Короче, получим здесь мастерские. Четыре штуки. Инфраструктура. Еще четыре мастерские, потом оружейные. Ладно, я возьму вот эти две верхние. Потому что здесь внешняя агрессия. А дальше? Стабильность плюс 80%. Да, минус 2500 людских ресурсов. Но стабильность плюс 80. А у нас из-за обреченности стаба минус 65. Во. Из-за низкой стабильности вы сами видели, что могут быть такие вот ивенты противные. Да и тут сама по себе она противная. Так что выйдем сюда, вот нивелируем дебав тут. Дальше у нас вот эта дамочка станет, получается, правителем нашей страны. И обреченность, она уйдет. У нас в итоге будет стабильность, и там больше 100%. С запасом таким лютым, что ее будет понизить сложно. И танец золота. Казна плюс 500. Вау. А вот здесь мы уже сможем реально накопить на письменные указы. Да и сразу советника тоже возьмем. Не. С таким производством мечей мы далеко не уйдем. Либо топать до этих вот оружейных, а топать далеко. Либо... Тут еще тоже оружейные, тоже далеко находятся. Короче, давайте поставлю я строить оружейные. Построим две мастерские, три оружейные. Ну, потом уже инфраструктуру. Но это не самое важное для нас. Деньги, как мы уже поняли, здесь можно будет получить легко. Через фокусы. А вот оружейные тут да. Давайте мастерские. Сейчас мы вот мастерские эти получим. И у нас строительство ускорится. Плюс еще вот эти две построим. Так что быстро переключимся мы на оружейные. И будем уже воевать. Я хочу сделать хотя бы еще один полк. Они у нас представляют из себя вот это вот. Угу. Мечей нужно на один полк сколько? Три тысячи. У нас триста. То есть даже обслуживать один полк в случае войны при текущих условиях мы не можем. Не говоря уже о создании еще одного. Так, ладно, тут пойдет. Хотя мячи можно взять получше. Они, конечно, дороже. Но ничего. Они существенно лучше, так что лучше взять. Несколько человек решили открыть свою ткацкую мастерскую в нашей столице. Это принесло хорошие результаты. Ткань получается очень качественная и дорогая. О! 15 единиц ткани. Подожди. А в итоге стал 23. Ну, бонус просто. К добыче ресурсов. А вы понимаете? А, ткань еще здесь есть. То есть майя делают 7 единиц ткани. Мы 23. Единственный из ацтеков, кто делает ткань. На севере тут 0. Никто больше ткань не делает. Что, голюком ходите, что ли? Под дорожником прикрываетесь? Вообще никто не делает. Но это не очень ходовой товар, поэтому никто его закупать у нас не будет. А вот сталь, кстати, тому Улипас закупает. Тебе даже и захватывать не хочется. Ну, надо будет. Мой господин, недавно у знатных дворян угнали табун дорогих лошадей. Они требуют компенсации от нас, якобы из-за нашей несовершенной охраны это и произошло. Каков наш ответ? Какая наглость. Отношения мы с дворянами испортим. Тут же вон сословие. Ну, у нас с ними 70%, как бы. А здесь 120 монеток. То есть возьмем мы этот фокус и просто в 0 выйдем. Класс. Отношения на 5. Как бы сейчас, когда наше государство очень маленькое, сословия и дают очень мало. То есть, смотрите, за 10 отношений только 12 монеток можем получить. Когда станем мы крупным государством, там уже будет вплоть до 1000. Ну, а здесь оно, кстати, не зависит от крупности государства. Можно 200 получить сразу от горожан. Ну, и там дебафы наложатся, кстати. Еще и 100 заплатить надо, чтобы отношения улучшить. То есть, там такое. А здесь мечи, кстати. А таким вот образом, наверное, мечи получать даже выгоднее на данном этапе. Повышаешь отношения за 300 монеток и 3000 мечей получаешь. Ну, ладно, монетки сейчас нам нужны для другого, поэтому это не трогаем пока. А с дворянами подсремся. Я нифига не буду отдавать им такие деньги. Заколебали. А, деньги я уже накопил. Смотрите, 1000 есть. Давайте-ка берем письменные указы. Оп. Скорость строительства, конечно, фабрик военных заводов у нас вырастет. Там плюс 8% с учетом того, что дебаф выбирается. Но забирают еще 5% фабрик у нас. И, о, это даже мы не почувствовали. Класс. Также еще прирост денег увеличился на 20, даже на 30%, потому что здесь было минус 10. Во. И производство, и темп исследований там чуть-чуть. Все. Пойдет. Кстати, доход уже плюс трешечка. Сейчас нам накопить еще нужно 150 монеток и будем брать казначея. Стабы, кстати, 66%. То есть, сейчас это возьмем, и там уже, блин, с учетом того, что и нас дух этот уберется, под 200% будет. Жалко, там уже бонус нам не будут давать, если больше 100% стаба. Все, добровольное жертвоприношение я уже взял, поэтому давайте-ка принесем в жертву правителя. Добровольное же будет, правильно? Поехали. Так, и берем казначея. Доход у нас сейчас 4,51. Без взятого фокуса, если ничего не брать, будет 5,51. Эти деньги, кстати, уже можно будет потратить на ремесленников. То есть, сейчас я делаю хоп-хоп. Все, дальше уже не понижаем, потому что они могут начать бунтовать. Не знаю, насколько жесткие будут ремесленники, но дворяне и крестьяне вроде, торговцы. Короче, там у них восстания лютые. А ремесленники у меня вроде еще не восставали. Короче, не важно. Не будем пробовать. Сейчас накоплю еще монетки, улучшу отношения с ремесленниками. Там мало того, что отношения улучшаются, так еще получаем 10 цехов. А цеха, они у нас стоят на деньгах. Можно поставить, чтобы цеха давали часть производимого товара. Из-за этого у нас объем производства вырастет. Но профит не брать всегда деньги, так что я и поставил на деньги. О, кстати, торговцы массово переезжают из Тлакскалы к нам. Из-за этого получаем мы сейчас золото. Еще и рабов. Прекрасно. А экономически давить мы можем, кстати. На мае получится, можно. И ворвать у них ресурс таким образом. 50 монеток пойдет. Что получили? Золото еще. У них золото отнялось на такую же величину, а мы получили. Кстати, у них золото тоже хорошо, 52. Тут золото начало появляться. Но если вы видите, здесь золото, сталь, там, медь, что-нибудь такое. Это не значит, что там эти ресурсы добывают. Это значит, что там находятся торговцы, которые эти ресурсы продают. Нет, могут, конечно, и добывать тоже эти ресурсы. Но, вот, например, тоже золота не было. Откуда появилось? Торговцы пришли. Вот. Так что смысл дырить ресурсы таким вот образом есть. Завцодобыча сейчас 87%. Эту фабрику давайте быстрее достраиваем. И начинаем строить оружейные. Но сейчас и без них у нас хватает мечей. Я только сейчас еще сильнее увеличу их количество. Хоп-хоп. Есть. И сколько? 7500. Давайте-ка сейчас сделаем еще два полка. Или три? Не, два. Понял? Все, два полка делаем. И этой пятерочкой уже можно захватывать соседей. Мне казалось, и троечкой можно, но это риск. Большой риск. Могут люди закончатся, мечи закончатся. Да и дивок мало у тебя. Поэтому лучше сделать еще две. Пока не будут делаться, мы сделаем мечи для запаса. 4 тысячи с половиной людей. Тоже про запас. И все, и пойдем в атаку. Но сейчас возьмем мы танец золота. Получим 500 монеток. Куда же их потратить? Может профитнее взять будет что-то по типу пошлин? Да, кстати, пошлины. Точняк. Можно поставить огромные пошлины, но это будет постепенно понижать вроде отношения с торговцами. Но там не проблема их повышать. А вот профит там будет хороший. Но нужно еще учитывать один момент. Что вот эта стабильность, которая запредельная, в ней не так уж и много хорошего, как много плохого. Я уже постоянно прохождение это объясняю, потому что вдруг там заходят новички, которые не шарят, что здесь, короче, чем больше у тебя стабильность, тем больше требуется у тебя денег на поддержание экономики. И вот смотрите, третье снизу, поддержание экономики минус 55. И процент этот больше, чем больше у тебя процент стабильности. И чем ты крупнее в плане экономики, у тебя государство все развивается, развивается, экономика все больше и больше, то и процент тоже увеличивается. И он, в случае, если мы захватим вот эту, там вот это, может быть под 10 тысяч требуется на поддержание экономики. А стабильность у нас теперь будет больше 100%, под 200. И пытаться ее понизить, обычно я держу, ну где-то 50-40%, чтобы и стаба была не сильно низкая, не сильно страдать. Ну и при этом у тебя денег было больше, так как не требуется поддерживать ее так сильно. Но сейчас я не знаю, как понизить эту стабильность. Тут просто огромные проценты. Я, конечно, буду пробовать вот так вот это сделать. Поставлю огромные пошлины, поставлю низкое содержание драгметаллов. Это будет тут минус 20, тут минус 15. Не понизит она ее. Хотя, вот хотя бы 90%, ну сотка она будет просто мучить нас. Это сейчас незаметно. Это сейчас, смотри, деньги хорошо растут, пятерочка. Там всего лишь это 55%. Но потом вы увидите прикол. Ну это кто не шарит. Кто шарит, те вы уже видели, какие там проценты могут быть у нас. На практике. Но еще бы нам централизацию повысить до высокой. Максимально ставить бонусы, конечно, капец, регионы. Но, если ее ставить, то дворянам это очень сильно не понравится. У них отношение будет постоянно падать. А вот им отношение сложно повышать, потому что инвестирует в цеха, например, можно постоянно прожимать. 300 монеток всегда стоит. А здесь, ты прожимаешь, у тебя появляется противный нас двухсозван совет. И нужно ждать, пока он снимется, чтобы еще раз прожать. Поэтому дворяне, это штука неприятная, и с ним сложно бороться. Так что ставим высокую, и хватит нам. Да хотя бы среднюю. Тут, смотрите, забирают 40% фабрик. Тут всего лишь 25%. Его наскоро встретишь, чтобы им производство, минус 20%. Так что, блин, нам нужно сюда выходить. Тут, конечно, приятный прирост населения, денег, но это не такое существенное, как вот это вот. Так что 600 монеток копить, либо же пока что поставить... А, тут тоже 600 надо. Короче, я лучше сейчас подкоплю реально 600. Возьмем мы среднюю централизацию, и будем понижать уже вот это вот. Или все-таки деньги взять. А, плюс 90, слушай, не, править не взять сейчас низкое содержание драгметаллов в наших монетах. Доходность 6,95. С тобой не упало. И потом уже копить на среднюю централизацию. Потом уже брать огромные пошлины. Кстати, мы деньги получили, уже накопили. 658 у нас есть. Берем среднюю централизацию. Фабрик у нас 7 уже. Коплю сейчас деньги и ставим огромные пошлины. Так, и быстрее они начали строиться. Построится вот этот 14 октября. Так, что там у нас? Две дивизии готовы. Что, давайте будем разбираться с захватами. А, подожди, исследование. Беру сейчас я, кстати, рассредоточную промышленность. Как бы в ванилке, в других модах ее берут, чтобы у тебя меньше бомбила вражеская авиация, промышленность. Но здесь ее нету. Тут просто бонус вон от добычи ресурсов. 3% вроде не существенно, но в позднем этапе игры это в совокупности. Тут 3 плюс 3 плюс 3. Это очень чувствуется. Так, сейчас превышение есть. Лучше я возьму знаете что? Можно что-то вот такое взять. Добыча ресурсов тут потом плюс деньги. Добыча ресурсов, скорость строительства. Лучше пока возьму я, пожалуй, скорость строительства. Вот так. И дальше, смотрите, у нас есть выбор. Выход к морю. А мы нападем на Тлакскалу. То есть захватим вот эту вот страну. Далее. Добыча древеси? Надо. А, причем это на Бермудских островах что? Бермудские острова? Сюда? Как это связано вообще? А, подожди, это же после экспедиции на восток. Мы заполучим Бермудские острова. Возможно, колонизация островов откроет нам новые просторы возможностей. Во, как мы их получим. Прикольно. Дальше. Колонизация Азорских островов. Это уже в Европе. Мадейра. И высадки Кастилья-Португалия. Потом захваты. Перенести столицу в Анахуяк. Или столица в Европе. Тут европейские технологии. Переключим нашу технологическую группу на западноевропейскую. Уже будет плюс 25 у нас. Захваты, всякие захваты. Орден. Можно религию поменять. Ну, это ладно. А либо же мы так же захватываем Тлакскалу. Но при этом начинаем разматывать всех наших соседей. Мезоамериканская бюрократия. У нас, кстати, меняется государственный строй. У нас сейчас стоит, чё, вождество. Вот, ну, как-то такое. А тут прямо мезоамериканская имперская бюрократия. И природа денег. Фабрики, конечно, забирают. Ну, атака полка. Отсрочка предополнения припасов. Ну, такое, не прям существенное. Но вождество даёт всякие акклиматизации. Атака плюс 3. Скорость полка, главное, плюс 5. Ну, и некоторые интересные решения. Вот. Осмотреть владение. Стаба не пасибо. Вот загон в армию, кстати. За 50 монеток можно людей получить. Поддержку войны. Но пока трогать не буду. А вот что делает мезоамериканская. В плане решений, в плане геймплея, я не знаю. Но здесь мы её не получаем, кстати. Потом битва империи. Союз Апачи. Или вы же на Ваталь. Можно пригласить в Альянс Майя. И, понятно, тут более мирный вариант. Почему мы в этом варианте не можем захватывать наших соседей вот здесь? На Майя выйти? Не, ну, можем, конечно, через фабрикацию претензий. Но по фокусам, что нам мешает это делать? То есть выборы. Либо ты чуть-чуть не хрызёшься здесь. И отправляешься на восток. Либо ты занимаешься чисто вот этим вот. То есть и там, и тут заниматься не очень-то и выйдет. Хотя, когда мы играли в Crusader Kings. И Sunset Invasion есть такое DLC. Там, когда цитеки вторгаются в Европу. Сообщается о том, что они захватили тут всё нафиг. Всё взяли и захватили. И только потом уже прыгнули сюда. А нам либо то, либо то делать. То есть, когда мы тут захватили вот это. Вот это. Бермуды. Мадейру там. Всё, мы уже должны прыгать сюда. Но это ж они нас размотают. Поэтому, само собой, мы так резко всё это делать не будем. И выйдя сюда, я всё равно буду в первую очередь заниматься именно захватом наших соседей через оправдание цели войны. Пускай фабрикация будет 190 дней. Но нам нужно бы соседей захватить. Потому что они там на нас тоже могут нападать. Вот. Ацтеки. Война против ацтеков. Так что... Опасно это всё. Лучше с ними заранее разобраться. Давайте в комментариях вы напишите, какой вам вариант здесь больше всего понравился. Мы будем заниматься только здесь нашей Америкой. Но потом, в конце, конечно же, я буду вторгаться в Европу в любом случае. Понаделаю корабли, и без фокуса в этом можно делать спокойно. Фабрикация претензий же доступна, доступна. Либо же мы будем концентрироваться на вторжении в Европу сразу. И чуть-чуть заниматься своими территориями. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш вариант. Пролайкайте те варианты, которые вам больше всего понравились. Также напишите в комментах, как тут получить пошлингие вентики. Ну, если их не вырезали, конечно. Ну, по-любому там можно как-то. Но пока что мы сделаем перерыв. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новую видео. Выформляйте спонсоров, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплеерные партии. Или просто общайтесь на наших серверах в дискорде, посылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.